Траурный митинг-реквием прошел на месте сожженной фашистами деревни Алла в Светлогорском районе. Здесь 76 лет назад каратели сожгли 1758 мирных жителей. Сейчас на месте трагических событий – братское захоронение. Скоро здесь появится большой мемориальный комплекс. Его возведение на контроле у председателя Гомельского облсполкома Геннадия Соловья. В прошлом году в Светлогорском районе прошел пленэр скульпторов. Мастера создали каменные скульптуры, в которых отразили трагическую судьбу деревни Алла. Они также станут частью мемориала в память о невинных жертвах фашизма. Открытие комплекса планируется приурочить к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Туристические путеводители по Гомельской области, детское учебное приложение на тему безопасности, приложение – помощник для людей со слабым слухом. 25-26 января пройдет первый хакатон социальных проектов «ЭПАМ Инжиниринг Джем». Основной партнер форума – Гомельский облсполком. На этой неделе в компании побывал председатель облсполкома Геннадий Соловей. Руководство «ЭПАМа» говорит, что команда очень заинтересована в разработке необходимых регионов социальных проектов. Поэтому несколько месяцев назад специалисты обратились в облсполком и предложили провести тематический хакатон. В государственном предприятии «Экспериментальная база Криничная» Мозырского района торжественно открыли новый молочно-товарный комплекс. Производство оснащено по последнему слову техники. Причем это белорусское оборудование. Мозырский район сегодня в Беларуси среди лидеров по производству молока. Открытие нового комплекса – еще один шаг по укреплению позиций. После выхода на проектную мощность ежедневно здесь будут получать около 12 тонн молока. В денежном исчислении это почти 10 тысяч рублей и, соответственно, 300 тысяч в месяц. Для хозяйства это значительный доход и источник повышения благосостояния работников. Строительство школы возобновили в одном из микрорайонов Гомеля. Тема возобновления работ прозвучала во время проведенной в 2019 году акции «Ваш вопрос президенту». За судьбу долгостроя переживали жители микрорайона номер 21 и других, расположенных рядом. Развитие вопроса было на особом контроле в администрации президента. Заложенный в середине 1990-х годов квартал новостроек расширяется и сегодня. Необходимую для микрорайона школу начали строить в начале 2012 года. Объект был включен в государственную инвестиционную программу, которая предполагает финансирование из республиканского и местного бюджетов. Алексей Неверов переизбран председателем Гомельского областного объединения профсоюзов. Такое решение приняли делегаты 8-й отчетно-выборной конференции этого общественного объединения. Она подвела итоги кампании, проходившей на Гомельщине в прошлом году и приведшей к значительному обновлению кадров. Впервые избрано более 900 председателей первичных организаций. В агропромышленном комплексе заменена треть профсоюзных лидеров. В учреждениях образования и науки – 29%, культуры – 27%. Редактор субтитров А.Семкин